Уважаемые жители Кашхабльского района, сегодня я хотел бы рассказать об одном приговоре, который был вынесен Кашхабльским районным судом 21 июня 2016 года. Как я уже отмечал ранее в своих преступлениях, прокуратура и района много делается для того, чтобы все коррупционные правонарушения были выявлены, а лица, значит, их допускающие и совершающие, в том числе и коррупционные преступления, были наказаны. Сегодня пойдет речь как раз именно о таком приговоре, где к уголовной ответственности привлечен человек за присвоение бюджетных денежных средств. Значит, согласно данного приговора суда, жительница села Вольная Жоголя, Валентина, которая работала в отделении почтовой связи села Вольная, она была осуждена данным приговором к наказанию в виде 300 часов обязательных работ за присвоение денежных средств по статье 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Значит, суть приговора и суть самого уголовного дела состоит в том, что она, будучи и состоя в этой должности, в должности почтальона, значит, в период с ноября по декабрь месяц, получая денежные средства от руководителя отделения почтовой связи, получая денежные средства для выплаты пенсии и иных социальных пособий и получая, значит, списки лиц, которые должны их получить, вместо того, чтобы передавать эти денежные средства получателям, она их присваивала себе. А в соответствующие списки вносила поддельные подписи самих этих, скажем так, получателей денежных средств. Значит, ей в общей сложности по двум эпизодам преступления было присвоено больше 205 тысяч рублей. Было таким образом, можно сказать, обмануто, и деньги не получили более 20 человек. Как я уже отметил, что в настоящий момент Джоголь осужден приговором Кашхабльского районного суда. Приговор еще не вступил в законную силу. С другой стороны предоставлено право его обжалывания. Также хотелось бы отметить, что Джоголь в ходе судебного заседания свою вину в совершенных преступлениях полностью признал, и приговор был постановлен в особо...